приветствую уважаемые трейдеры с вами я мария кухтой вы смотрите рубрику пульс рынка с марией кухтой друзья в сегодняшнем обзоре мы с вами посмотрим таких три блока первый блок это свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю второй блок это значит текущая картинка по моим предыдущим торговым прогнозам я напомню что я вам рекомендовала еще на прошлых выходных открывать покупки по фондовым индексом значит посмотрим текущую картинку по фондовым индексом посмотрим как замечательно отработались мои торговые идеи публичная на покупку по этим инструментом есть третий блок сегодняшний это разберем мои торговые идеи из закрытого вип-канала мария кухта значит посмотрим какие еще дополнительные торговые идеи я давала в закрытом канале остаются ли эти идеи актуальны на текущий момент и какие дальнейшие перспективы по этим торговыми рекомендациями и так давайте начнем с первого блока это свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю значит начнем с золота ребят потому что на самом деле по золоту у нас текущая картинка замечательная эта текущая картинка показывает лонги неплохой торговый паттерн у нас образовался по золоту почему сейчас объясню итак есть у нас заходной лонговый импульс который произошел 17 марта импульс наверх в сторону краткосрочной лонговой тенденции которую мы с вами видели за последние три торговых недели по данным инструмента симпульсные движения наверх после чего консолидация позиции текущая консолидация позиции в виде поджатия наверх с дополнительным лонговым перекрывающим движением от 22 23 марта здесь у нас дополнительные перекрытия наверх произошли по данному металлу и после чего видим коррекцию с локальным небольшим перекрытием ребят я потом уже в третьем блоке покажу где я дополнительно давала торговый сигнал на покупку в закрытом телеграм-канале то есть подписчики у меня еще ранее получили торговую идею на покупку по золоту но тем не менее сейчас картинка у нас сохраняется лонговый то есть сейчас у нас произошел до набор торговой позиции до набор торговой позиции для дальнейшего роста отмечу локальный откатный уровень в районе 1960 это минимум который мы с вами видели 29 марта в среду после чего еще один лонговый импульс наверх и и пятница у нас показывает коррекционные небольшое коррекционное снижение то есть принципе сейчас лонговая картинка сохраняется поэтому рекомендую с понедельника работать на покупка по золоту с целью на прорыв сопротивления который мы с вами видели в районе 2000 психологический уровень сопротивления и выше сторону краткосрочной лонговой тенденции в сторону защитных импульсов слева которые у нас произошли ранее то есть импульс защитный импульс перекрывающий еще одно дополнительное перекрытие которое подтвердило защита защитный импульс от 22 и 23 марта и текущая консолидация позиции позволяет определить лонги по данному металлу с целью на пробитие максимумов месяца марта и выше поэтому если вы будете открывать покупки можно работать с текущих стоп лосс при этом выставляем либо за минимум защитного импульсного движения от 28 марта в районе 19.45 либо за минимум коррекция 27 марта который мы с вами видели в районе 19.40 и это ценовые зоны за которые мы можем защищать ниже которых вернее мы можем защищать свои торговые позиции на покупку и ожидать хорошего дальнейшего импульсного выброса на север по данному металлу следующая торговая идея для вас и это новозеландский доллар ребят на самом деле по новозеландцу у нас неплохо торговая картинка на покупку формируется то есть потом еще в третьем блоке когда я буду анализировать свои торговые идеи закрытого канала я вам покажу где я ранее рекомендовал открывать ланги по новозеландцу не только в закрытом канале но и в открытом канале в телеграме моем мария кухта трейдер если вы еще не подписались подписывайтесь потому что там я тоже даю торговые идеи торговые сигналы иногда дублирую закрытого канала в в открытый телеграм-канал мария кухта трейдер и подписчики открытого телеграм-канала также получают от меня неплохие торговые рекомендации не исключение новозеландец но об этом чуть позже а сейчас будет свежая торговая идея на покупку для вас валютной паре nzd usd ребят на самом деле по nzd usd у нас продолжает длиться такое накопление позиции накопление позиции текущие в рамках заходного лангового импульсного движения от 10 и 13 марта два дня роста два дня роста после чего мы с вами видим длительную консолидацию позиции с поджатием наверх с дополнительными а ланговыми перекрытиями но обо всем этом я рассказываю уже на курсах обучения то сейчас мы не будем останавливаться на этих моментах с ланговыми перекрытиями тем не менее текущая картинка такова рекомендую открывать покупки по валютной паре nzd usd с текущих либо еще возможно какая-то небольшая коррекция у нас произойдет в рамках импульсного роста который мы с вами видели в четверг а 30 марта поэтому ключевой уровень поддержки это 062 10 откатная зона от которой я вам рекомендую открывать ланги ланги с целью на прорыв максимумов месяца значит марта в районе 0 62 95 0 63 и выше замечательный набор позиций поджарцы наверх на дневном таймфрейме защитные импульсные движения слева у нас присутствует это значит что у нас уже есть достаточно ланговый паттерн для того чтобы работать дальше в лонг по валютной паре и до юзды поэтому только покупки рассматриваются или обозначила значит если будем пробивать чем максимум марта следующая цель для роста район 0 63 80 0 64 это следующая ценовая зона сопротивления которую в принципе можно ожидать если будем открывать ланги секущих при этом стоп лосс смотрите короткий стоп лосс выставляем за минимум дня очки четверга в районе 0 62 и чуть побольше стоп за предыдущий защитный ланговый импульс перекрывающий импульс в районе 0 61 90 эти ценовые зоны вы должны учитывать если будете покупать валютную пару нзд юзды стоп лоссы уже выставляете исходя из вашего ваших торговых предпочтений исходя из значит вашего торгового алгоритма который вы себе прописали в риск менеджменте поэтому используйте те те варианты стопов которые вам более комфортны и в любом случае я думаю что дальше по нзд юзды мы будем дальше двигаться на север и пробивать максимум марта и дальше расти поэтому открываем ланги цели обозначила цели довольно перспективные цели краткосрочные принципе смотрится хорошо и даже можно здесь определить более длительные среднесрочные перспективы по данной валютной паре австралийс это следующая торговая рекомендация для вас ребят рекомендую открывать покупки по валютной паре out usd а почему покупки это потому что тоже у нас есть замечательное накопление позиции чуть позже расскажу где я еще ранее рекомендовала в закрытом телеграм-канале своим открывать ланги по данной валютной паре почему открывал ланги тоже расскажу но тем не менее свежая торговая идея для вас это покупки с текущих стоп лосс при этом выставляем за минимум защитные импульсные девочки от 28 марта то есть примерно в районе 0 66 40 можно выставить стоп лосс если будете открывать текущих покупки по out usd и будем ожидать дальнейшего роста почему да потому что у нас есть уже сформированный торговый ланговый паттерн самодостаточный паттерн который сформировался в виде импульсного защитного роста от 13 марта после чего поджаться наверх на дневном таймфрейме замечательная консолидация позиции с таким довольно уверенным как я уже сказала поджателем наверх тем не менее коррекция которая у нас произошла недавно коррекция которая произошла еще 21 и 24 марта здесь импульсные такие неплохие движения вниз у нас были коррекция остановилась возле поддержки 0 66 50 после чего ланговый перекрыс текущие и накопление позиции три дневочки вторник среда четверть пятница прошу прощения это три дневочки на прошлой торговой неделе которые подтвердили ланговые перекрытия которые позволяют открывать ланги с текущих по данной валютной паре с целью на пробитие сопротивления образовавшегося в районе 0 67 40 и выше я думаю что дальше будем двигаться на север по out use да то есть в принципе следующая цель техническая 0 67 70 и в принципе если будем дальше расти то никаких у нас преград для роста больше нет в принципе если будем всех с текущих расти по данной валютной паре у нас подтвердится ланговая тенденция которая у нас произошла до этого то есть ланговая тенденция которая еще имела место в октябре по октябре прошлого года по декабрь прошлого года и январь текущего года также подтвердил в этот ланговые настроения ланговую тенденцию по данной валютной паре если будем расти есть шансы что мы подтвердим вероятность движения вниз предыдущего как коррекцию в качестве коррекции и после чего будем дальше двигаться среднесрочно на север по данной валютной паре поэтому замечательные перспективы я в закрытом канале удерживаю покупки стоп лосс у нас без убытки чуть позже об этом расскажу тем не менее сейчас вам рекомендую с текущих которые открывать ланги по out use да цели обозначила краткосрочные цели это максимум текущего максим предыдущего месяца месяца марта и выше и среднесрочные цели это в принципе на обновление максимума в котором мы с вами видели месяца феврале а то есть если февраль у нас показал коррекционное снижение то очень легко мы будем эту коррекцию перекрывать и дальше двигаться на север в сторону предыдущей ланговой тенденции и еще одна рекомендация для вас на предстоящую вторую неделю и этот доллар франк ребят на самом деле доллар франк замечательно уже отрабатывает мои прогнозы на снижение не только прогнозы но и торговые сигналы я в закрытом канале давала торговую рекомендацию на продажу по доллар франку еще 21 марта то есть еще вы здесь примерно на ценовом уровне 0 а 92 75 я рекомендовала открывать шорты смотрите какой замечательный у нас шорт образовался по данной валютной паре замечательным у себя отработали на снижение замечательные шорты у нас произошли по изучив тем не менее сейчас картинка у нас не меняется картинка продолжается быть шортовой своим подписчикам закрытом канале я удерживаю еще 40 процентов позиции на снижение то есть еще мы ранее шортили здесь основную часть позиции зафиксировали на вот этих минимумах и текущая консолидация позиции которая произошла за последние несколько торговых дней по данной валютной паре ниже откатной зоны сопротивления 0 и 92 20 все подтвердило шортовое настроение учитывая шортовое перекрытие которые мы с вами видели а последние 30 марта то есть еще 29 марта у нас произошла реакция на сопротивление 30 марта шортовые перекрытия и 31 марта пятница откатная дневочка по отношению к шортовому перекрытию от 30 марта марта который мы с вами видели в четверг это значит что юзычив у нас дальше набирает торговые позиции для дальнейшего снижения снижения в сторону как локальной краткосрочной шортовой тенденции так и более длительной среднесрочной шортовой тенденции которая у нас произошла еще ранее по данной валютной паре смотрите какой у нас здесь шортовый хороший тренд в сторону этого тренда как среднесрочного атаки краткосрочного рекомендую открывать шорты ближайший уровень сопротивления отметка 0 91 75 то есть максимум пятница это откатный уровень сопротивления после перекрытия, которое мы с вами видели в четверг, поэтому рекомендую открывать шорты ниже данной зоны сопротивления с целью на пробитие минимумов 0,9115, которые мы с вами видели на прошлой торговой неделе и следующая цель для снижения и это район 0,9060, то есть минимума месяца февраля, я думаю, что мы будем обновлять, потому что в силу тренда, в силу того, что у нас есть подтверждение долгосрочной тенденции, есть подтверждение долгосрочного тренда по данной валютной паре, краткосрочная тенденция у нас тоже в принципе шортовая, поэтому никаких предпосылок для лонгов пока нет, только продажи и цели для продаж я обозначила. Ну что ж, ребята, это были свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю, можете использовать их в своей торговле и давайте теперь перейдем к второму блоку сегодняшнего обзора и это анализ моих предыдущих публичных торговых рекомендаций, которые вы от меня получили еще в субботу на моем открытом YouTube-канале Мария Кухта Трейдер и в понедельник на YouTube-канале компания Маркетс. Я напомню, что раз в неделю по понедельникам я выступаю в компании Маркетс, публикую свои видеообзоры с торговыми идеями, с торговыми рекомендациями, которые вы также можете использовать в своей торговле. Итак, ребят, как на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер, так и на YouTube-канале компания Маркетс вышло мое видео, где я рекомендовала публично работать на покупку по фондовым индексам. Ребят, посмотрите, что сделали фондовые индексы, что сделал индекс S&P 500. Давайте начнем с индекса S&P 500. На самом деле здесь просто замечательный торговый паттерн на покупку у нас образовался. Я видео записывала еще в субботу, то есть видела закрытие пятницы 24 марта и рекомендовала с текущих открывать лонги. С понедельника у нас уже локальный рост произошел по фондовому индексу S&P 500. Вторник немножечко еще до набрал торговую позицию, небольшой такой откат у нас получился. Тем не менее, среда, четверг и пятница на прошлой торговой неделе просто показали замечательные краткосрочные ралли по фондовому индексу S&P 500. Замечательные импульсы наверх, которые позволили заработать, как моим подписчикам в закрытом телеграм-канале, где я еще ранее рекомендовала открывать лонги по S&P. На самом деле еще в пятницу 24 марта я своим подписчикам в закрытом канале рекомендовала открывать покупки по индексу S&P 500. Чуть ранее подписчики у меня получили торговый сигнал в лонг. 30% позиции я зафиксировала возле сопротивления 40-55, то есть здесь у нас такая была ценовая зона сопротивления. И основную часть позиции, 70% позиции на покупку, которую я давала своим подписчикам в закрытом канале, мы сейчас удерживаем. Несмотря на это, вы также могли купить данный фондовый индекс, могли купить с понедельника и заработать шикарно на покупках по данному индексу. Ребят, отличный торговый лонговый паттерн. Торговый лонговый паттерн, который я отобрала для вас в рамках своей стратегии защитный трейдинг, который я использую как в своей торговле, так и в своем публичном анализе. И все свои торговые рекомендации, которые я даю как в закрытом канале, так и публично, так и торгую по своей стратегии защитный трейдинг. Если вам интересна моя стратегия, я провожу курсы обучения. Чуть позже расскажу об этом подробнее. Итак, S&P. Смотрите, что сделал фондовый индекс S&P 500. Мы пробили сопротивление консолидационное в районе 40-60, и пятница у нас показала закрытие выше данного ценового уровня сопротивления. Здесь мы все цели локальные добили, даже чуть больше можно было взять профит короткосрочный. Тем не менее, если смотреть дальше, то S&P у нас показал замечательный такой выброс на север, замечательный импульс на север, в сторону которого дальше можно работать на покупку. Но в чем сейчас нюанс? В том, что рынок сейчас в движении, ребят, мы сейчас, конечно же, не будем уже покупать индекс S&P, то есть мы, в принципе, сидим в покупках с моими подписчиками, мы сидим в покупках и зарабатываем на вот этом движении, которое сейчас у нас произошло за последние три торговых дня, среда, четверг, пятница на прошлой торговой неделе. Если даже мы увидим небольшую коррекцию, то от этой коррекции, я думаю, что дальше индекс будет расти, потому что у нас произошло, во-первых, перекрытие коррекции. Перекрытие коррекции, в принципе, я уже определила еще ранее, вот этого лонгового паттерна, который у нас образовался еще на предпоследней торговой неделе, то есть еще на предпоследней торговой неделе я спрогнозировала лонги по данному инструменту. И смотрите, что на прошлой торговой неделе у нас произошло по S&P 500. Вот импульс наверх. Импульс наверх, который, во-первых, показал перекрытие шартовое, во-вторых, показал сторону дальнейшую, то есть в какую сторону мы дальше с вами будем двигаться по данному инструменту. Заходной импульс, в сторону которого дальше можно будет работать по данному инструменту от следующих накоплений позиций, от следующих торговых паттерн. То есть ждем подтверждений, ждем следующих торговых ситуаций в виде накоплений позиций, в виде лонговых ситуаций, лонговых паттернов на графике по фондовому индексу S&P 500. И дальше можно будет работать в сторону вот этих движений захотных, которые у нас произошли три последних дня на прошлой торговой неделе. Поэтому замечательная отработка моего публичного прогноза на покупку. И кто покупал, ребят, часть позиций фиксируем, стоп-лосс переводим без убыток и ожидаем дальнейшего роста по данному инструменту. Dow Jones. Ребят, давайте посмотрим Dow Jones. На самом деле просто шикарный лонг по фондовому индексу Dow Jones. Несмотря на то, что у нас здесь было небольшое зажать социально вниз на дневном таймфрейме, я говорила в прошлый раз о том, что у нас произошло лонговое перекрытие в виде двух дневочек от 20-21 марта, после чего было подтверждение и этого перекрытия. Смотрите, понедельник 24, вернее, понедельник 27 марта, то есть это закрытие пятница, а понедельник 27 марта у нас уже показывает локальный интердрой рост. И каждая последующая дневочка показывает новые максимумы по фондовому индексу Dow Jones. Поэтому, кто торговал данный инструмент по моей торговой рекомендации публичной, ребят, часть позиции обязательно фиксируем, потому что замечательный лонг у нас уже произошел, замечательный рост себя отработал. Мы, несмотря на то, что мы находились, я об этом говорила, несмотря на то, что мы находились ниже зеркального сопротивления 32,670, здесь у нас был такой локальный зеркальный уровень сопротивления. Смотрите, если есть лонговый паттерн, все уровни пробиваются, все трендовые пробиваются, то есть паттерн себя отрабатывает. На первом месте у нас всегда должен стоять графический торговый паттерн. Он нам дает информацию о дальнейшем направлении по инструменту, о дальнейшей перспективе по инструменту. Он нам дает все предпосылки для того, чтобы открывать сделку, и он нам, в принципе, говорит о дальнейшем, скажем, основном движении по тому или иному инструменту. В том числе Dow Jones не исключение. Я говорила, что есть у нас сопротивление, что нужно быть осторожным, но тем не менее, смотрите, правильно определенный паттерн, правильно определена защита. Несмотря на то, что локальный паттерн, который у нас образовался, он смог, во-первых, двинуть цену наверх против краткосрочной шортовой тенденции, которая у нас произошла, начиная с середины февраля и заканчивая серединой марта, то есть месяц снижения коррекционного, рынка, но тем не менее, локальная картинка позволила определить лонг по Dow Jones. И тоже хороший ралли, хороший импульс наверх мы с вами увидели. Ну, ребят, кто торговал по моим публичным торговым идеям, кто смотрел мой предыдущий обзор, можете часть позиций фиксировать, желательно 50%, потому что мы на самом деле уже себя шикарно просто отработали, шикарно отработали лонговый локальный паттерн на покупку и сформировали вот этими движениями наверх последними тремя дневочками, мы сформировали новый заходной лонговый импульс, в сторону которого дальше можно будет работать. Поэтому ждем свежих консолидаций, ждем свежих подтверждающих моментов графических, ждем свежих лонговых подтверждающих нюансов и, соответственно, паттернов лонговых, которые нам позволят дальше работать на покупку по фондовым индексом Dow Jones в рамках защитных импульсных движений, которые у нас прошли 29, 30 и 31 марта на прошлой торговой неделе. DAX, давайте DAX посмотрим. Смотрите, ребят, что сделал фондовый индекс DAX 40? Как замечательно я определила коррекцию в рамках роста, как мне локальный торговый паттерн помог определить заходное лонговое движение, защитное. Это вот этот трендовый рост, который мы с вами видели до этого, начиная с начала января и заканчивая, да фактически начало марта. Трендовый рост по фондовому индексу DAX 40, который произошел ранее, после чего движение вниз я правильно спрогнозировала. То есть, если вам интересно, посмотрите мой обзор предыдущий по фондовым индексам с торговыми прогнозами. Я обосновывала свое мнение, почему я считаю, что движение вниз это у нас коррекция. На самом деле моя торговая стратегия защитный трейдинг объясняет все эти нюансы, объясняет причины определения коррекции, причины определения защитных импульсов. Если вам интересно, записывайтесь на курсы обучения, все это рассказываю подробно и объясняю. Поэтому, ребят, перекрытие лонговок, которое произошло у нас 20-21 марта, два импульса на север, последующим образом они подтвердились и таким образом эти моменты, эти графические моменты позволили спрогнозировать коррекцию, которая у нас была до этого, то есть движение вниз, как коррекционное и, соответственно, последующий рост в сторону заходного защитного движения. Ребят, я уже неоднократно говорила о том, что основополагающий принцип моей авторской торговой стратегии защитный трейдинг – это правильно определена защита. Если мы правильно определяем защитные движения, защитные импульсные движения, в таком случае мы 80 и больше процентов, на 80 и больше процентов, вернее, можем спрогнозировать рынок. Что, в принципе, я и сделала. Здесь ничего сложного не было. Да, был один момент, еще немножечко зажатие вниз у нас произошло локальное, то есть я об этом говорила на обзоре предыдущем, но, тем не менее, перекрытие плюс подтверждение, мои ученики знают, что это такое, как это торговать. Эти комбинации позволили определить, во-первых, то, что движение вниз до этого – это была коррекция по фондовому индексу DAX. Во-вторых, они позволили определить защитный импульс Lung, как я только что сказала, что основополагающий принцип моей торговой стратегии защитный трейдинг, и это правильно определена защита, которая позволяет на 80-85-90% определить рынок. Поэтому, соответственно, закономерное движение наверх по фондовому индексу DAX мы с вами увидели. Первая цель для роста, которую я озвучивала на предыдущем обзоре, сопротивление 15700, мы с вами увидели. То есть максимум, максимум месяца марта, максимум месяца февраля, текущие ценовые максимумы мы оттестировали. Тем не менее, что сейчас мы дальше видим по DAX, перекрывающие лонговые движения, импульсы от 29, 30, 31 марта, лонговые импульсы, которые позволяют дальше спрогнозировать покупки по данному инструменту. Но с текущих, конечно же, мы покупать не будем, то есть мы уже на этом движении с вами заработали. Неплохие импульсные движения наверх прошли по данному фондовому индексу, поэтому что сейчас мы делаем? Эти импульсные движения текущие для нас набирают, скажем так, основания заходных импульсов, то есть это уже сейчас для нас заходные защитные импульсные движения наверх, после чего нам нужно ждать подтверждения этих движений, этих движений, и дальше можно будет работать в сторону заходных импульсов, то есть на покупку по DAX. Цель дороста – это прорыв сопротивления 15665 и выше, в сторону как локальной краткосрочной тенденции, которая у нас произошла за несколько последних торговых дней, так и в сторону более длительной, долгосрочной тенденции, которая у нас присутствует по DAX еще начиная с начала месяца октября прошлого года. Поэтому смотрите, как замечательно отработались мои публичные прогнозы, все не по факту, ребят, все четко, без воды, без каких-то дополнительных а если или еще какие-то вот такие моменты, да. То есть четко лонги спрогнозировала по фондовым индексам и смотрите, как лонги себе шикарно отработали. Поэтому, если вас интересуют мои торговые идеи, обязательно подписывайтесь на мой публичный открытый канал «Мария Кухтотрейдер», где вы будете получать торговые рекомендации бесплатные в виде видеообзоров, а также вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал «Мария Кухтотрейдер» и получать от меня хорошие-хорошие торговые идеи по основным финансовым инструментам. Чуть позже я подробнее расскажу об этом. Давайте еще посмотрим на СДАК. На самом деле СДАК что сделал? Смотрите, это единственный индекс из этих четырех индексов, который я прогнозировала в прошлый раз, который сделал еще небольшой донабор торговой позиции. Но на самом деле, ребята, это нормально, рынок должен подышать, рынок должен донабрать торговую позицию, если это нужно. На самом деле, на СДАК уже был на своих максимумах, я об этом говорила. На СДАК у нас на прошлой торговой неделе находился на максимумах месяца февраля, то есть в районе 12-790. Здесь мы находились на то время, когда я записывала обзор, я говорила, что может быть у нас еще небольшая коррекция, небольшой донабор позиции. В принципе, что мы сделали? Две дневочки откатных, то есть получается у нас понедельник, вторник откатные дневочки в рамках этих импульсных лонговых движений, которые были до этого. Мы достигли своего ценового уровня поддержки 12-560, я об этом уровне говорила на обзоре, и смотрите, что дальше сделал фондовый индекс NASDAQ. Значит, среда, четверть, пятница, замечательный импульс, наверно замечательные лонговые и импульсы, которые подтверждили лонговые настроения дальнейшие, которые перекрыли коррекцию, которые показали, что вот это движение вниз, это действительно была коррекция. Кому интересно, я еще в открытом своем телеграм-канале, Мария Кухтатрейдер, если вы подписаны, вы видели, я делала апдейт по своим публичным прогнозам, публичным рекомендациям по фондовым индексам, и я говорила о том, что NASDAQ, например, вот здесь вот, да, он торговался в районе 12700, я говорила, что NASDAQ дальше у нас смотрится на покупку, то есть можно покупать NASDAQ, у нас произошел до набор торговой позиции, чуть позже это покажу, когда уже будем рассматривать третий блок, блок моих торговых рекомендаций, я покажу, как я в открытом телеграм-канале рекомендовала дальше работать в лонг по NASDAQ, и как на самом деле отработались мои не только публичные, но и торговые идеи, которые я давала своим подписчикам в закрытом телеграм-канале. Ну что ж, ребят, NASDAQ новый максимум, новый максимум, который мы с вами видели в пятницу, 31 марта, замечательно у нас закрылись месяц март, замечательно у нас закрылся месяц март по фондовым индексам, очень порадовали фондовые индексы, заработали как мои подписчики, так и вы публично тоже могли, используя мои публичные идеи, могли заработать на лонгах по фондовым индексам. Ребята, замечательные были паттерны, которые я отбирала для вас в соответствии с моей авторской торговой стратегией защитный трейдинг, поэтому кому интересно еще раз, я провожу курсы обучения, индивидуальные курсы обучения, если интересуют, если вам нравится мой подход к анализу рынка и к определению рынка, можете писать мне в личку и все моменты с вами обсудим. Все мои контакты есть под видео, поэтому пишите, пишите мне индивидуальные сообщения и обязательно с вами обсудим все основные моменты, которые вас интересуют как по обучению, так и по торговым сигналам в закрытом канале. Так, ребят, это был апдейт по моим предыдущим торговым публичным рекомендациям на покупку фондовых индексов. Сами видите, как шикарно просто индексы себя отработали. Никакой воды, я сказала то, что вижу лонги, рискнула определить лонги. Да почему рискнула? Да в принципе ничего здесь рискового не было, потому что если паттерн показывает, если ситуация на рынке показывает, ее можно определить, ее можно спрогнозировать, как я уже сказала, 80 и больше процентов, которые позволяют определить рынок, если графически формуется соответствующая торговая ситуация, что в принципе и произошло по фондам индексов. Если вы смотрите регулярно мои обзоры публичные, вы видите, как отрабатываются мои торговые идеи. То есть не только по фондовым индексам, но и по предыдущим моим торговым рекомендациям, которые я давала публично, как на покупку евро-доллара, так и на продажу индекса доллара еще две недели назад, так и на продажу доллар-франка еще две недели назад. Кстати, мы с моими подписчиками в закрытом телеграм-канале удерживаем среднесрочные покупки по евро. Сейчас тоже об этом расскажу и покажу, где мы открывали лонги. Доллар-франк удерживаем среднесрочно. То есть, в принципе, эти все торговые рекомендации, которые я давала и в закрытом канале, и публично, они себя очень хорошо отрабатывают. Конечно же, бывают стоп-лоссы, ребят. Стоп-лоссы – это часть работы трейдера, но их у меня немного, на самом деле. Я об этом говорю, какие стопы я получала. То есть, на прошлой неделе я говорила, что я по OutUsed получила один стоп-лосс, и на этой неделе по эфиру один стоп-лосс получила. Но, тем не менее, кроме этих, значит, моментов стоповых, у меня есть очень много прибыльных сделок. Как по фондам, индексам, так и по валютному рынку. Поэтому давайте теперь перейдем к анализу моих торговых рекомендаций, которые я давала в закрытом канале. Посмотрим, какие идеи получали от меня подписчики в закрытом моем канале VIP-Мария Кухта. И начнем, начнем, ребят, с фонда AX S&P 500, как я уже сказала, и S&P. Я рекомендовала торговать на покупочку еще в пятницу 24 марта. Давайте сразу посмотрим, вот кому интересно. Я сделала, значит, так, я сделала сегодня апдейт. Апдейт по моим публичным прогнозам. Вернее, прогнозам в закрытом телеграм-канале. Промежуточный результат по моим торговым рекомендациям в закрытом телеграм-канале, VIP, по Форексу, смотрите. Австралия и Новозеландия с итоги. То есть мы частично позицию зафиксировали уже в плюс. То, что я сегодня вам рекомендую открывать лонги дальнейшее. То есть мы уже с подписчиками покупки еще ранее открывали. И сейчас уже лонги у нас висят, и стоп-лоссы без убытки. Сейчас позиции зафиксировали, как по Астралиису, так и по Новозеландзу. Сейчас покажу, где покупали. По золоту у нас сделочка на покупку. Пока стоп-лосс не перевозила без убыток. То есть стоп-лосс у нас пока на своем первоначальном уровне. Крипту покупали. Кто торгует крипту, также дают торговые рекомендации по крипте. Неплохие. Здесь у нас есть торговые паттерны, ребят. Значит, сидим в покупках по некоторым инструментам. И вот, смотрите, среднесрочные сигналы. Это по S&P. S&P еще в пятницу, 24 марта, рекомендовала открывать на покупочку. Значит, 30% позиции зафиксировали, как я уже сказала, по S&P. И больше не фиксировала. Возможно, с понедельника софиксирую еще 30%, потому что уже замечательные импульсы у нас прошли. Замечательная отработка на покупку у нас произошла по фондам S&P 500. Также удерживаем евро на покупочку и доллар-франк на продажу. То есть это мои торговые идеи, которые сейчас актуальны в моем вип-канале, которые подписчики удерживают. Поэтому, если желаете также получать хорошую торговую рекомендацию от меня по основным финансовым инструментам, пишите в личку и подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал торговых рекомендаций. Кроме того, хочу сказать, что не только в закрытом телеграм-канале, но и в открытом моем телеграм-канале «Мария Кухтотрейдер», подписчики получают от меня торговые идеи. Ребят, новозеландский доллар. Смотрите, покупка, где я рекомендовала покупать. Я продублировала свой сигнал с закрытого канала в публичный открытый телеграм-канал «Мария Кухтотрейдер». Значит, это у нас получается вот покупочка по NZD и USD четверг на коррекции в рамках моего торгового паттерна лонгового. Давайте посмотрим этот инструмент NZD и USD. Смотрите, Новозеландский торговался примерно на отметке 0.62.15-0.62.20, где я рекомендовала открывать лонги. Замечательный рост у нас произошел как в четверг, в четверг у нас показал импульс наверх локальный, и пятница еще один добой наверх с пробитием максимумов, которые мы с вами видели 23 марта. Смотрите, два дня роста по NZD и USD. В принципе, мои подписчики в открытом канале также получат торговые рекомендации от меня. Я время от времени дублирую торговые идеи из закрытого телеграм-канала, и сами можете видеть, как отрабатываются мои торговые идеи. То есть был хороший паттерн. Об этом я уже говорила на нашем сегодняшнем первом блоке, когда я давала торговые рекомендации. То есть сейчас я вам даю торговую рекомендацию уже, когда у нас цена 0.62.50 примерно, а мои подписчики покупали NZD и USD 0.62.15. Поэтому, ребят, подписывайтесь на открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», и будете получать тоже отличные торговые рекомендации от меня. То есть я буду дублировать закрытого канала идеи. Конечно же, не постоянно. То есть основной наплыв, основной блок всех моих торговых рекомендаций – это в закрытом телеграм-канале. Поэтому, если желаете получать больше торговых идей от меня, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал «Вип Мария Кухта». Итак, NZD и USD, как вы сами можете видеть, замечательно отработался. Публично давала торговую идею. Публично в моем открытом телеграм-канале подписчики также могли купить эту валютную пару и могли на этом замечательно заработать. Следующая торговая идея, помимо S&P 500 и NZD и USD, это покупка австралийского доллара. Давайте австралийц посмотрим, что здесь примечательного. Ребят, то же самое. То есть если сейчас я вам даю покупку, вернее, торговую рекомендацию на покупку с текущих, у нас сейчас австралийц торгуется на отметке 0,6685, то мои подписчики получали торговую идею еще в понедельник, 27 марта, где австралийц примерно торговался на отметке 0,6655-0,6660. Здесь я рискнула открыть покупки, объяснила почему. То есть я объяснила, почему рекомендую открывать покупки. Я, значит, на опережение, еще до того, как у нас произошло перекрытие, на опережение порекомендовала открывать лонг в закрытом канале. И смотрите, здесь мы уже с подписчиками зафиксировали 30% позиции. То же самое, что и по NZD и USD. Мы уже 30% позиции зафиксировали, стоплос без убытки. И дальше будем ждать роста, потому что сейчас у нас настроение не меняется. Настроения у нас лонговые по этим валютным парам, как по новозеландскому доллару, так и по австралийскому доллару. Замечательные здесь есть торговые паттерны, на которые я с акцентированием внимания в первом сегодняшнем блоке, когда были торговые идеи свежей для вас. Поэтому мои подписчики еще ранее покупали австралиец. Если желаете получать от меня торговые идеи соответствующие, пишите в личку и подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал торговых сигналов. Ребят, отличный лонг, отличная прибыль. Дальше продолжаем смотреться на покупку, как я уже и сказала в своем предыдущем разборе, который делала в начале секущего видео по валютной паре Outused. Так, и еще один торговый сигнал, который получали мои подписчики, и это золото. Но золото, на самом деле, пока находится у нас на цене открытия сделочки. То есть я рекомендовала еще 29 марта в среду открывать покупки по золоту. Примерно мы торговались на отметке 19.66. Примерно здесь я рекомендовала открывать покупки. Стоп-лосс, конечно же, мы выставляем за минимум коррекции. То есть у нас интересует правильный стоп-лосс. Я уже неоднократно об этом говорила, что на уровне выставления стопов я обращаю особое внимание. Мы выставляем стопы не те, которые мы хотим, не те, которые нам нужны, а те, которые показывают рынок. Рынок всегда показывает правильные стопы. Для чего это нужно делать? На самом деле это делается для того, чтобы, во-первых, дать рынку подышать, если это нужно, дать рынку донабрать торговую позицию, если это нужно, и при этом остаться в сделке, остаться в рынке и оставить за собой возможность заработать на нашей торговой позиции. То есть это главное, для чего мы ставим правильные стопы. Значит, принципом выставления стопов я также уделяю особое внимание на курсах обучения, потому что очень часто задают вопросы по поводу стопов. Я на самом деле аргументирую это с той позиции, что всегда рынок показывает правильность стопа, рынок показывает вариант отмены нашего сценария, и рынок показывает, куда действительно нужно поставить стоп-лосс. То есть если рынок позволяет поставить короткий стоп-лосс, замечательно. Если нужно поставить чуть побольше стоп, я это делаю, я это осознанно учитываю в своем риск-менеджменте, то есть я понимаю, каким мне объемом торговым нужно открыть торговую позицию для того, чтобы, соответственно, открыть сделочку в рамках моего риск-менеджмента. Я всегда считываю риски, исходя из денежного эквивалента по отношению к депозиту. Денежный эквивалент высчитываю и уже, соответственно, высчитываю торговый объем, которым мне нужно открыть в данном случае торговую сделочку, исходя из того сценария выставления стопа, который мне диктует график. Все очень просто. И я считаю, что это правильный подход, потому что этот подход позволяет мне совершать много прибыльных сделок не только в закрытом канале, но и публично. Вы сами видите, как мои торговые идеи отрабатываются, вы сами видите, как я могу прогнозировать рынок. Я еще раз отмечу, что я все свои прогнозы по инструментам делаю, исходя из моей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Ребят, это торговая стратегия, которую я разработала на протяжении 9 лет в трейдинге, 9 лет работы с графиками. Уже за это время я наработала очень много интересных моментов, которыми с вами могу поделиться. Если вам интересно, если вас заинтересовал мой подход к анализу графиков и мой подход к анализу рынка, вы можете мне написать в личку по поводу курсов обучения, и на обучении уже все подробности я рассказываю, как понимаю рынок, как понимаю график, как определяю торговые паттерны, как определяю торговую и не торговую ситуацию. И на самом деле очень важный момент – это умение быть не только в рынке, но и вне рынка. Вне рынка – это 80% нашего торгового времени, мы должны быть вне рынка, ребят, потому что только 10% в рынке, если правильно определен паттерн, если правильно определен график, только 10% в рынке, и нам это время будет давать прибыль. Все остальное время мы должны быть вне рынка, мы должны находиться в процессе анализа графика. Если нужно ждать дополнительных элементов графических, мы это делаем. То есть все это мы должны с вами учитывать в своей торговле и, соответственно, не нарушать те правила, которые у нас прописаны как в риск-менеджменте, так и в торговом алгоритме. И вот все в комплексе, все эти моменты в комплексе будут давать возможность нам с вами заработать, торгуя соответствующие элементы, соответствующие паттерны, которые мы понимаем на графике. Поэтому еще раз, если интересно, могу научить, провожу курсы обучения индивидуальные. Курсы обучения не только из онлайн-занятий состоятся, но также и полгода поддержки от меня. То есть, в принципе, мои курсы обучения – это наставничество, это работа индивидуальная с каждым клиентом на протяжении полгода. Для чего? Для того, чтобы вы сами увидели результат. Иногда бывает там восьми занятий недостаточно для того, чтобы увидеть результат. Но полгода вполне достаточно по времени для того, чтобы вы сумели уже на практике все это для себя проработать, увидеть, прочувствовать, прочувствовать рынок, как рынок ходит, как рынок набирает торговые позиции, каким образом рынок формирует торговые паттерны, торговые элементы и так дальше. Когда нужно торговать, когда нужно быть вне рынка, все эти моменты на протяжении полгода мы с вами вместе прорабатываем, и после этого вы уже выходите, скажем, в свет самостоятельным трейдером, трейдером, который уже сам может определить все эти ситуации, все эти моменты и сам зарабатывать с трейдинга. Так, ну что ж, ребят, это были мои торговые рекомендации, которые также получали подписчики в моем закрытом телеграм-канале ВИП Мария Кухта. Я напомню, что отдавала покупку по S&P 500. Покупочка по золоту у нас сейчас висит. Покупка по валютным парам NZD, USD, OutUSD сейчас у нас в безубытке 30% позиции зафиксированы. И также, также среднесрочные торговые идеи – это покупка евро. Еще ранее говорила, ребят, я евро покупала еще 20 марта, даже чуть ниже вот здесь, примерно на отметке 1.0645, когда евро у нас было, и все это движение мы сейчас удерживаем. Часть позиций я здесь зафиксировала. Сейчас покажу. 40% позиций удерживаем без убытки. И почему удерживаем? Да потому что евро дальше у нас смотрится на север. У нас пока нет шартового перекрытия, у нас нет отмены лонгового сценария. Это значит, что евро у нас дальше. Дальше перспективу лонговую сохраняет, и дальше можно двигаться в процессе, сохраняя свои торговые позиции на покупку по валютной паре EURUSD. То же самое доллар-франк, ребят. По доллар-франку продажи, я еще рекомендовала, открывается 21 марта во вторник, смотрите, на позапрошлую торговую неделю. Своим подписчикам я рекомендовала шарчить USDCHIF, и мы еще сейчас удерживаем 40% позиций на продажу. Почему? Да потому что настроение шартовое. Настроение шартовое сохраняется. Шартовый паттерн дополнительный, который у нас сформировался за последние несколько торговых дней по данной валютной паре, подтверждает дальнейшую шартовую перспективу. То есть подтверждает те моменты, которые сейчас у нас присутствуют на графике. Это шарты и, в принципе, цели для шартов я обозначила. То есть посмотрите первый блок сегодняшнего обзора, где я рассказывала о свежих торговых идеях, среди которых была валютная пара доллар-франк на продажу. И сами увидите, почему я рекомендую открывать шарты и какие у нас цели дальнейшие для снижения. Так, и давайте еще посмотрим. Хочу вам также показать свой закрытый телеграм-канал. Я бы хотела, чтобы вы увидели мои торговые рекомендации, увидели мои торговые идеи. Так, вот это я апдейт сегодня сделала по моим торговым идеям, промежуточный результат по торговым рекомендациям закрытого канала. Форекс, как я уже сказала, австралиец, новозеландец, металл и золото. По крипте тоже у нас есть торговые позиции открытые. Среднесрочные сигналы S&P, евро и франк. То есть S&P, евро, покупки, доллар, франк, продажи. Так, давайте посмотрим. Новозеландский доллар. Смотрите, где рекомендовала открывать покупки? Вот NZD и USD. Также дублировала в открытом телеграм-канале. Публичная торговая идея была у нас на покупочку. И Новозеландец у нас замечательно отработал торговую рекомендацию на покупку. S&P, давайте посмотрим, где я рекомендовала. Смотрите, S&P 500. Вот где я рекомендовала открывать покупки по фондовому индексу S&P 500 и где у нас сейчас находится индекс S&P. То есть замечательный лунг, замечательная отработка моей торговой рекомендации на покупку. по данному инструменту. Так, давайте также еще посмотрим остальные торговые идеи, которые были даны на предыдущей торговой неделе для моих подписчиков в закрытом канале. Это крипто, LRC, USDT. Значит, так, еще, еще давайте сигналы посмотрим. Австралиец, вы смотрите. Австралиец. Я говорила, что на позапрошлой торговой неделе у меня был стоп по австралийцу. То есть я публично это рассказывала вам тоже в предыдущем обзоре. Австралиец рискнула перезайти на покупку. Смотрите, когда. То есть это понедельник, начало прошлой торговой недели. Куда поставила стоп-лосс? И австралиец, сами знаете, где у нас сейчас торгуются. То есть я 30% позиции зафиксировала возле уровней сопротивления. Стоп-лосс перевела без убыток и, как я уже сказала, ожидая дальнейшего роста по данному инструменту. Потом, смотрите, я делаю апдейты по всем своим торговым сигналам. В закрытом канале подписчики получают от меня апдейты по всем моим торговым рекомендациям. То есть я объясняю, если у нас картинка какая-то меняется в противоположном, либо еще что-то происходит. Я объясняю, почему так, почему я рекомендую закрывать, допустим, ту или иную сделочку. Но, на самом деле, пока на текущий момент из всех позиций, которые я сегодня озвучила, этого не было. То есть мы, в принципе, пока удерживаем все наши сделки. Вот это евро, смотрите, покупка среднесрочная. И я продолжаю дальше удерживать 40% позиции. Вот ранее частично фиксировала покупку. Оставшиеся 40% позиции в рынке. Стоп без убытки. Так, евро, тот же самый франк. Смотрите по доллар-франку. Все не постфакт, но все идеи есть в закрытом канале, ребят. Подписчики от меня получали. Но также я напомню, что на позапрошлой торговой неделе я публично вам рекомендовала открывать ланги по евро, шорты по доллар-франку, шорты по индексу доллара. Если вы смотрели, вы тоже могли воспользоваться моими торговыми рекомендациями, публичными и на этом заработать. Поэтому, еще раз, если вас интересуют мои торговые идеи, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал VipMariaKuchta и будете получать соответствующие хорошие торговые рекомендации от меня по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я даю торговые идеи как по валютному рынку, по криптовалютному рынку, по фондовому рынку, по фондовым индексам, по металлам, по товарно-середевому рынку. В принципе, все рынки анализирую, используя свою авторскую торговую стратегию защитный трейдинг, которая мне помогает определить правильную ситуацию для покупок или продаж, вернее, правильную ситуацию для открытия соответствующих сделочек и помогает мне на этом заработать. Если желаете, можете подписаться на мой открытый телеграм-канал VipMariaKuchtaTrader и будете получать хорошие рекомендации от меня по финансовым инструментам, но не так часто, конечно же, как в закрытом телеграм-канале. То есть это будет, возможно, одна-две торговые идеи в неделю. Также в открытом телеграм-канале будут дублироваться мои видеообзоры, которые я записываю и выкладаю на своем ютуб-канале MarieKuchtaTrader. Плюс в открытом телеграм-канале вы будете получать торговые идеи от моих учеников, торговые идеи, которые отобрали мои ученики, то есть там тоже хорошие торговые рекомендации. Кстати говоря, вот это публичный мой прогноз по крипте, который был недавно, который был последним. Сейчас вам скажу. Вот это среда, коротковый рынок, торговые рекомендации по крипте. Я отобрала для вас хорошие торговые инструменты по крипте для торговли. И Зилига, вот это инструмент ZILUSDT, тикер. Смотрите, как замечательно себя отработало. Сегодня сделала пост о том, что замечательная отработка у нас по Зилиге произошла. Публичная торговая рекомендация на покупку и уже первая отработка есть. Остальные инструменты по крипте, кстати говоря, тоже хорошо набирают торговую позицию. Если интересно, посмотрите. Если вы торгуете крипту, можете также воспользоваться моими торговыми рекомендациями. И посмотреть те инструменты, что я отобрала. Потому что там сейчас есть хорошая консолидация позиций, хороший набор позиций. То есть лонговые перспективы у нас замечательные, сохраняются. И соответствующие сделочки можно открывать. Так, поэтому, ребят, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал Мария Кухтотрейдер. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал Мария Кухтотрейдер. Для того, чтобы получать от меня видеообзоры. Видеообзоры как аналитические, так и с торговыми идеями, так и с разбором моих торговых позиций. Также есть у меня, смотрите, разбор убыточных позиций. Здесь был обзор. То есть, да, есть время стопов. Я объясняю, почему стопы, почему так. Иногда бывает, что рынок не до конца формирует ситуацию. Не до конца можно определить защиту. Как я уже сказала, правильное определение защиты – это основополагающий принцип моей торговой стратегии защиты. Защита, если она подтверждена, она дает 80 и больше процентов отработки в сторону защиты. Если правильно определяем защиту, хорошая отработка в сторону защиты нас ждет. Поэтому, ребят, еще раз, если интересно, записывайтесь ко мне на курсы обучения. Курсы обучения индивидуальные, 8 занятий онлайн. Но этими занятиями наша с вами, значит, работа наша с вами не ограничивается, потому что мы с вами будем работать полугода еще после окончания обучения, потому что я считаю, что нужно вести клиентов до результата, нужно вести учеников до результата. Я заинтересована в том, чтобы вы понимали рынок и зарабатывали, потому что, на самом деле, для меня, как для преподавателя, очень важно, чтобы мои ученики смогли достичь хорошего результата в трейдинге, смогли зарабатывать на торговых паттернах тех, которые я обучаю на курсах обучения. Поэтому я еще, значит, определила такой момент, как наставничество. Что такое наставничество? Это полгода поддержки от меня после окончания наших курсов обучения. То есть мы заканчиваем 8 занятий и полгода работаем еще в режиме переписки в Телеграме, в режиме вопрос-ответ, в режиме торговых рекомендаций. Кроме того, я вас оставляю в закрытом Телеграм-канале в своем VIP Мария Кухта, где вы будете получать от меня также торговые рекомендации, такие же торговые рекомендации, которые получают от меня подписчики. Поэтому еще раз, ребят, кому интересно, все мои контакты есть под видео, пишите мне. Если интересуют курсы обучения, пишите в личку. Если интересуют торговые идеи, торговые рекомендации, тоже пишите в личку. И не забывайте подписываться на мои открытые ресурсы, как YouTube-канал Мария Кухта Трейдер, так и открытый Телеграм-канал Мария Кухта Трейдер, так и в Facebook. Я напомню, что есть у меня страница Мария Кухта Кепитал и закрытая группа Мария Кухта Трейдер, куда вы тоже можете подать заявочку и подписаться соответственно. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, не забывайте поставить лайк. Жду от вас свежих комментариев, жду от вас вопросов. Спасибо за ваши предыдущие комментарии и вопросы. На самом деле благодарна за ваши отзывы и реакции, потому что для меня это очень ценно. Жду от вас свежего фидбэка. Надеюсь, что если у вас есть свое мнение по поводу инструментов, которые я сегодня разбрала, либо по поводу по рынку, вы можете написать свое мнение в комментариях. Возможно, если есть у вас вопросы по остальным инструментам, также задавайте в комментариях. На следующих своих обзорах отвечу на ваши вопросы, либо же в индивидуальном формате отвечу вам в личку. Поэтому еще раз пишите отзывы, пишите реакции, ставьте лайки. Благодарю за ваши предыдущие реакции. Жду от вас фидбэка свежего. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до новых встреч.